Тетя Зина, выйди на балкон! Ты моя сладкая, давай! Вот так же они кричали и в детстве. Выходили гулять во двор и все свободное время проводили на улице. Сейчас уже взрослые люди, у которых есть свои дети и внуки. А в далеком 63-м были детьми. Сегодня всех вместе их объединил 55-летний юбилей дома. Вот такая необычная традиция – праздновать день рождения родного очага. А это наша машина первая, еще москвич, по-моему, 412-й, на которой мы все ездили в гараже. Вот это в серединке я, вот это Юрка Булдаков, а это Леня. Ленина 118А располагается в живописном уголке Новоуральска. Он окружен лесом, здесь всегда свежий воздух. Его жильцы с трепетом говорят о людях, с которыми вместе провели детство, и о доме, который навсегда объединил их судьбы. Здесь жили и живут особенные люди, сохраняя лучшие традиции Советского Союза. Они дружат целыми семьями. В 1963 году квартиры в доме распределили среди работников МСУ-2 – монтажно-строительного управления. Наши родители в одной конторе, так скажем, работали, поэтому все друг друга знали. Бывают и новогодние праздники, родители в одной квартире, молодежь соберут в другую. Как большая семья, потому что можно было выйти, хлеб кончился, родители – возьми, магазин далеко, иди там дядя Федя. Дядя Федя, хлеба дай, он полбулки отрезает. Да нет, дядя Федя, мне с маслом. Как время проводили? Да, футбол, хоккей. Мы не сидели за компьютером в то время. Подвижные игры? Чижав, папа, футбол, хоккей, теннис. Каждый год. В 1981 году я уже уехала сюда, на Дальний Восток, Владивосток. Ну, в принципе, у нас там все родственники. И специально прибыли в Новый Ураль? Конечно. Сердце бьется. Вот, понимаете, вот такое все, такое родное, вот до такой степени. Вот каждая тропиночка. У меня подруга, с которой мы с пяти лет здесь, мы с ней дружим уже 55 лет. Что-то также осталось, что-то новое появилось. Деревья, естественно, стали уже большими. С тех пор уже прошло, конечно, очень много времени. Заехала я в 64-м году в этот дом. Рябинки, вот все, которые есть, это мы садили сами, своими руками, с родителями. И дети, и взрослые все вместе садили. Здесь у нас всегда скамейки стояли. Вот по периметру двора всего стояли скамейки, где по вечерам собирались наши женщины, бабушки, женщины. Обменивались рецептами, разговаривались. Двор был очень дружный. Мужчины у нас, как правило, сидели вот там внизу за столом, где сейчас уже их дети примастились. Играли в шашки, шахматы, в домино. В основном в домино, в карты, естественно. Поэтому как-то все были на глазах. Никто никого не терял. Особый почет и уважение старожилам дома. Среди них Евгения Владимировна Гончар. В дом заехала сразу, как строители сдали дом. И живет тут до сих пор. Мы старожилы и любим свой дом. И смотрите, как у нас. Мы живем в парке. Не зря называется парк. В честь праздника жильцы дома 118А по улице Ленина, те, кто сейчас тут живет или провел здесь свое детство, собрались в кафе. Создали праздничную атмосферу, придумали викторину, нарисовали плакат, пообщались. А завершилось все шашлыками возле дома. Даже 55 лет спустя эти люди поддерживают теплые, дружеские, почти семейные отношения. Говорят, сроднились. Это уникальное явление в наши дни. Ведь многие сегодня не знают даже, как зовут их соседи. Пусть сейчас что-то поменялось в этом дворе. К примеру, появился яркий и современный детский городок. Но ребятня во все времена беззаботна и непосредственно. Как сегодняшние дети 55 лет назад в этом же дворе росли и те, кто стал сегодня героями нашего сюжета. Ура! Ленина с 18А!